МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, на волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне. Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает. Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей, даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту. Как появилось слово «семья»? Когда-то о нем не слыхала земля. Но Еве сказал перед свадьбой Адам, «Сейчас я тебе семь вопросов задам». «Кто деток родит мне, скажи-ка, любимая?» И Ева тихонько ответила, «Я». Кто их воспитает, царица моя? И Ева покорно ответила, «Я». Кто пищу сготовит, то радость моя? И Ева все так же ответила, «Я». Кто платье сошьет, постирает белье, меня приласкает, украсит жилье, ответь на вопросы, подруга моя. «Я, я», — тихо молвила Ева, «Я, я». Сказала она знаменитых «семья». Вот так на земле появилась семья. Чистый взгляд, чистое сердце, Где давно лукавству нет места, Где за дружбу верностью платят сполна. Подруга, жена, отец и награда, Бабушкин добрый взгляд, семья моя. За это порой люди золотом платят, Но это купить нельзя. А вокруг бурное море, Сколько тонет людей от боли, Предавая, за дружбу не платят сполна. Подруга, жена, отец и награда, Бабушкин добрый взгляд, семья моя. За это порой люди золотом платят, Но это купить нельзя. Подарю им цветы и сердце, Днем лукавству давно нет места, За любовь, любовью платят сполна. Подруга, жена, отец и награда, Бабушкин добрый взгляд, семья моя. За это порой люди золотом платят, Но это купить нельзя. С первым мужем мне помогла развестись моя мама. Я вышла замуж во второй раз. Живем с мужем уже 15 лет. У меня двое сыновей. Мы живем отдельно от мамы. Она получила квартиру в другом районе. Надежда, 46 лет. У меня родился сын. Мы временно живем у родителей и жены. Я устаю от бесконечных скандалов с ее семейством. Владимир, 23 года. Первые 6 лет нашей семейной жизни Мы жили вместе с родителями. Когда мы, наконец, отделились, То поняли разницу между небом и землей. Теперь советуем всем молодоженам Первым делом искать собственное жилье. Степан Васильевич, 52 года. Когда мы вместе с родителями строили наш дом, То были совсем молодыми, И никто не научил нас, как надо. Сколько раз уже потом я мечтала Иметь свою отдельную квартиру. Но теперь это невозможно. Мои родители уже совсем старики И нуждаются в постоянном уходе. Светлана Григорьевна, 60 лет. Список этих душесчипательных историй Можно продолжать. Что может быть проще и привычнее Знакомой с изморства жизни в кругу семьи? Но стоит только отыграть свадьбу, Как атмосфера постепенно начинает накаляться. Наверное, только святой Или очень-очень терпеливый Может ужиться под одной крышей С семейством своей второй половины. И это все же при том, Что те и другие, как правило, Сами по себе милейшие люди. Но стоит им собраться вместе И пожара семейных конфликтов не избежать. Отчего это так? Оказывается, есть определенные Неписанные, но очень жесткие Законы семейной жизни. Они неотвратимы И срабатывают в 100% случаев. Первый из них – Отделение молодой семьи От семьи их родителей. Об этом говорится не где-нибудь, А на самых первых страницах Книги «Бытия». После того, как Бог создал Весь мир и первого человека, Он решил подарить ему жену, Чтобы он не страдал от одиночества, Сказав, Потому оставит человек отца и мать И прилепится к жене, И станут двое одной плотью. Заметьте, что у Адама и Евы Не было родителей. Кроме них вообще никого еще на земле не было. Тем не менее, Благословляя первую семью, Бог предупреждает женатого человека Оставить отца и мать. Высказывание это в Библии Повторяется четыре раза И указывает на три очень важные И существенные для брака вещи. Оставить, Прилепиться, Быть одной плотью. Давайте рассмотрим последовательно Каждый аспект. Слова «оставит отца и мать» вызывают боль. Наверное, потому многие матери На свадьбе плачут. Когда люди говорят о браке, Мы невольно ожидаем услышать Что-то радостное и прекрасное. Однако Библия не говорит о прогулках, При лунном сиянии, О поцелуях и розах. Она говорит, Оставит человек. Как новорожденный Не может развиваться В самостоятельную личность До тех пор, Пока не будет отсечена нить, Связывающая его с организмом матери, Так и брак Не может совершиться до тех пор, Пока молодые люди Не выполнят условия Оставить отца и мать. Это тяжело для обеих сторон. Для родителей Даже гораздо тяжелее, Чем для детей. Слово «оставить» В еврейском языке Имеет три значения Ослабить, Расстаться И покинуть Ослабить Означает Отпустить постромки, Которыми дети Были привязаны к ним Все это время Мальчик становится Мужчиной И задача родителей Ослабить свою власть Над ним Расстаться Значит уйти от родителей С целью создания Новой прочной семьи Детство закончилось Мальчик должен научиться Принимать решения И нести ответственность За свою семью Покинуть Значит по возможности Жить отдельно Вступая в брак Молодым людям нужно Оставить своих родителей Чтобы они могли быть Физически, финансово И эмоционально независимыми Что конкретно Должна сделать молодая семья Следуя этому Библейскому принципу Оставить физически Означает Что родители Не должны Опекать молодую семью Пусть они Испытывают трудности Это только Поможет им Прилепиться Друг к другу Конечно же Это не означает Что между Родителями и детьми Не должно быть общения Встречайтесь с ними Приглашайте их в гости Но не ставьте их В зависимости от себя Позволяя им самим Принимать решения Если дети Спросят вас Дайте им совет Но никогда Не заставляйте их Выполнять вашу волю Оставить финансово Значит в материальном плане Молодая семья Не должна быть Зависима Ни от родителей мужа Ни от родителей жены Необходимо Учиться Жить на собственноручно Заработанные деньги И не бежать к родителям При первой трудности Оставить эмоционально Какие бы проблемы Не возникали у молодой четы Не нужно поддаваться Соблазну И бежать к родителям В поисках Эмоционального убежища Чтобы затем Вместе составить план Как вразумить супруга Второе условие Прилепиться Оставить и прилепиться Это два взаимосвязанных Условия брака Если слово оставить Более касается Общественно-правовой сферы То слово прилепиться Касается более Личной сферы брака Никто не может По-настоящему прилепиться Кто по-настоящему Не оставил Муж и жена Прилепляются Друг к другу Как два куска бумаги Это значит Что они становятся Нерасторжимы Кто попытается Разделить их Тот просто Разорвет Оба куска бумаги Развод Разрушает обоих Мужа и жену А если имеются дети То и детей Прилепиться Друг к другу Значит, что муж И жена Ближе всего Друг к другу Брак важнее друзей Родственников Посетителей И гостей Важнее даже детей Прилепиться В этом смысле Исключает Третью личность Муж Может прилепиться Только к своей жене Но никогда Да не к женам Древнееврейское слово Прилепиться Также имеет три значения Гнаться Присоединиться Друг к другу Крепко держаться Вместе Искусство Прилепиться Это не точка А процесс Нужно приложить Усилия И старания Для этого Необходимо Выполнение Некоторых условий Первое Храните чистоту И верность В браке Это означает Что необходимо Окончательно Оставить всех остальных Лучший друг жены Или лучшая подруга мужа Часто становится Виновниками Семейных конфликтов Вступая в брак Положите конец Всяким знакомствам И отношениям Которые могут Нанести ущерб Вашей семье Второе Любовь На долгие годы Мысль о том Что ваш брак На всю жизнь Пусть не оставляет Вас даже В самые критические моменты Не допускайте Мысли о разводе Третье Придерживайтесь Доступного вам Уровня жизни Будьте довольны Тем, что вы имеете Деньги разрушили Миллионы браков Страсть к накопительству И долги Могут погубить семью Следите также за тем Чтобы другие люди Работа, обязанности Не отнимали время Которое вы должны Посвятить друг другу Четвертое Прощайте Много браков Распадается Из-за обид и непрощения Обидные мелочи Возводят стену Непонимания Между супругами Поэтому будьте Готовы простить обиду Прежде чем между вами Вырастет стена Непонимания И последнее Сделайте Бога Центром своего супружества Самое главное Это присутствие Бога В семейных отношениях Когда нет надежды Когда кажется Ничто не спасет Ваш брак Помните, что есть Бог Который исцеляет И восстанавливает Возовите к Богу Словами Боже соедини нас Исцели наш брак Бог может это сделать После условий Оставить и прилепиться Следует условие Быть одной плотью Телесная сфера Также существенно для брака Как общественно-правовая И личная сферы Выражение Одна плоть Охватывает гораздо более Нежели только физическую близость Оно означает Что два человека Делят друг с другом Буквально все Не только тело И имущество Но разделяют Мысли и чувства Радости и страдания Надежды и опасения Удачи и неудачи Быть одной плотью Значит быть одним И в то же время Оставаться двумя Это тайна брака Ее трудно понять Но ее можно узнать В Либерии Как символ брака Дарят молодой чете Одну поделку Она вырезана Из цельного куска дерева Это женская и мужская фигура Как бы связанные Деревянной цепочкой Нигде нет стыка Их нельзя разъединить Это означает то Что Бог сочетал Людям нельзя разъединять Итак, три положения брака Оставить, прилепиться И быть одной плотью Неотделимы друг от друга Они сочетаются Как три угла треугольника Кто хочет состоять в браке В полном смысле этого слова То должен держать в поле зрения Эти три вещи И совмещать их Оставить, прилепиться И быть одной плотью Превращает брак в полноценный А где же место ребенка В этом брачном треугольнике Спросите вы В центре Три стены брачной постройки Защищают детей от жизненных бурь Они окружены любовью И верностью родителей Они под защитой и покровом Законности брачного союза Это та атмосфера Где они знакомятся с жизнью И созревают для собственного брака Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что их отпустят с миром Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Многие молодые люди до сих пор Почему-то думают, что брак Это прежде всего законный способ Удовлетворения своей сексуальной потребности Женился и пожалуйста Больше голова не болит Где в этот раз найти партнера Каково же бывает разочарование Когда понимаешь, что брак Это не только узаконенный секс И видишь, что с супругом отношения не клеятся И мосты к былой свободе уже сожжены И тогда они собирают вещи И хлопнув дверью, уходят К родителям От которых так и не отделились Эти молодожены, которые уже сами Может быть стали родителями Все еще дети Они все еще не научились жить своим умом Вот почему Если вы желаете счастья вашим женатым детям Первое Гоните их прочь из вашего дома Им негде жить Пусть снимают квартиру Берут кредит в банке Или разменяются с вами на две отдельные квартиры В разных районах города Никогда не позволяйте детям остаться у вас Если вам, конечно, не нужна в семье мать-одиночка Рассказывает 30-летняя Наталья Мы вот уже три года живем на квартире Уже несколько раз переезжать приходилось Один раз даже посреди зимы С родителями у нас прекрасные отношения Родители мужа живут в России Почти что за границей А к моим тоже ехать через всю Украину Мы с ними большей части по телефону общаемся Они у нас любимые мамулечка и папулечка Видимся не чаще, чем раз в год И каждый раз они счастливы Пару недель понянчить внуков А в наши дела никак не вмешиваются Если вы желаете счастья вашим женатым детям Второе правило Скрепите сердце И держите в тайне свои переживания о них Если дочь Или еще хуже сын Прибегает посреди ночи Плакаться вам в жилетку Ваша первейшая обязанность Отправить их обратно решать свои проблемы Самостоятельно Если они не научатся Мириться между собой Без посторонней помощи Их брак обречен на измены, скандалы и развал Если вы желаете счастья Вашим женатым детям Третье правило Держите свой кошелек плотно закрытым Никогда не предлагайте взрослым детям Свою поддержку Пусть они знают Что могут рассчитывать только на себя Бог хочет Чтобы мы были трудолюбивы Материальное благосостояние Обязательно придет к вашим детям Через 10-15 лет И это нормально Кроме того Деньги это не панацея От всех семейных проблем Вот случай Один из сотен Молодой человек Проливал горькие слезы Его обожаемая супруга Заявила Что уходит к другому И забирает с собой Их маленького сынишку А ведь у них С самого начала Было все необходимое Для успешной семейной жизни Хорошо обставленная квартира Достаток Что позволяло жене Не задумываться о том Чтобы идти работать Не скукали Подтолкнула женщину К поиску новых ощущений И вот противоположный пример Татьяне 24 года Замужем 3 года Вот что она рассказала О своей семье Мы снимаем квартиру Вдали от родителей Живем очень скромно Я сижу с малышом Работает один муж Родители мужа Много раз предлагали нам Свою материальную помощь И покровительство При устройстве на другую работу А также звали К себе жить Однако мой муж не сдается И продолжает заниматься Любимым делом Я его в этом поддерживаю И готова подождать Сколько нужно Пока мы раскрутимся Родители делают нам подарки Но мы никогда не рассчитываем На их помощь При планировании своего бюджета Чтобы не попадать в зависимость Перечисленные законы На первый взгляд Кажутся жестокими Но при более близком рассмотрении Поступать так Не более жестоко Чем запрещать больному ангиной Нырять в прорубь Если ваши дети Несчастливы В семейной жизни Не умеют зарабатывать Или разумно тратить деньги Не могут нести взрослую ответственность За свою семью и детей Пережили развод Или никак не могут вступить в брак Попробуйте разобраться Прежде всего в себе Возможно вы не научили их Чему-то важному А если научили То не позволили им На собственном опыте Закрепить этот навык Признайте в своем ребенке Взрослого мужчину или женщину Отпустите его И вы увидите Как Бог благословит вас И ваших детей Час приходит иди за меж Молодым девчатам Томлятся вони зітхают Как это мае стати Томлятся они знают Как им треба Решения приймати Томлятся они знают Как им треба Решения приймати Бога є тобі єдина И найкраща воля Він відкриє неодмінно Господу на службу Это когда открыть сердце Господу на службу Тих, кто любит Бога Щиро Він благословляет И сердца, что одинокий Радо поеднает И сердца, что одинокий Радо поеднает Редактор субтитров А.Семкин В эфире детская передача 900 секунд Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели Мы очень рады снова приветствовать вас И продолжить рассказ об истории христианства Здравствуй, Андрюша Почему ты такой печальный? Я не могу понять, почему они не хотят со мной играть Дети смеются надо мной Кто они? Дети из моего класса Я принес детскую Библию И показывал им такие красивые картинки про Иисуса А Дима стал смеяться и говорить на меня плохие слова И ты рассердился? Нет, я ему сказал, ты просто ничего не понимаешь Тогда Стасик вырвал у меня Библию Бросил ее в угол и стал кочить рожицы и насмехаться Святоша, святоша Не обижайся на них, они действительно ничего не понимают Ты правильно сказал Первых христиан тоже обижали, гнали и даже убивали за то, что они рассказывали об Иисусе Но почему? Они ведь хотели доброе дело сделать Конечно, но проблема в том, что христианство и мир несовместимы Римская империя встретила христианство первого века сначала презрительно Считая его просто еврейской сектой А потом злобно и враждебно В ночь на 19 июля 64 года в Риме случился пожар И большая часть города сгорела Горожане были уверены, что виновником пожара был сам император Нерон Все знали, что он был жестокий и бессовестный убийца Который, чтобы расчистить место для своих новых построек Мог легко пойти на такой варварский поступок Чтобы прекратить эти слухи, император решил найти людей На которых можно было бы свалить вину за пожар Христиане в это время были самыми тихими и беззащитными гражданами Рима Нерон знал это и приказал разыскать их и жестоко казнить Сделав их как будто виновными за пожар Историк Тацит, который видел все эти ужасы, рассказывает Многие, одетые в звериные шкуры, погибали, растерзанные собаками Другие были распяты на кресте Третьи сожжены с наступлением темноты Используемые в качестве ночных светильников Ранние христиане говорили, что во время Нероновского гонения В Риме были мученические убиты апостолы Петр и Павел Руководство христианскими церквами, которые только недавно появились И были разбросаны по всей Римской империи от Испании до Армении Приняли ученики апостолов Они ободряли христиан, учили их стойкости и сами показывали пример мужества А гонения на христиан совершались то в одной, то в другой части империи Но почему их гнали? Разве они говорили или делали что-то плохое? Нет, Андрюша Христиане всегда проповедовали покорность властям и святую жизнь Они старались помогать друг другу и соседям Вели себя тихо и скромно Значит, их должны были любить и уважать Их действительно уважали Но если там, где они жили, случалась какая-нибудь беда Например, землетрясение или голод В этом сразу обвиняли христиан Не может быть! При чем же здесь христиане, когда случилось землетрясение? В то время люди считали, что землетрясение – это наказание богов Местные боги якобы гневаются на людей и посылают землетрясение А в чем виноваты христиане? Они не поклонялись никаким богам, кроме Христа Поэтому их и обвиняли, считая, что из-за них боги посылают всякие бедствия А если бы христиане поклонялись и Христу, и старым богам, их бы не преследовали? Возможно, нет, но это невозможно Вера во Христа несовместима с идолопоклонством А еще одной причиной ненависти была жизнь христиан Почему? Их отказ от пьянства, разврата и других грехов был вызовом соседям Как это? Глядя на их чистую, святую жизнь, соседи, как в зеркале, видели свою греховность Их осуждала совесть И они должны были либо измениться, либо разбить зеркало Ну, конечно, легче разбить зеркало В начале II века епископом города Смирна, современный город Измир в Турции Был ученик апостола Иоанна по имени Поликарп Он был глубоким стариком, когда его арестовали и привели на судилище перед толпой горожан Которые кричали «Смерть Поликарпу! Смерть безбожным!» Они считали, что если христиане отказываются поклоняться идолам, то они атеисты-безбожники Судья предложил Поликарпу «Похули Христа, и я отпущу тебя!» Старец спокойно ответил «Восемьдесят шесть лет служу я ему, и никакой обиды не потерпел от него Как же я могу похулить царя моего, который спас меня?» Тогда судья объявил Поликарп признал себя христианином Услышав это, толпа разразилась криками ярости «Поликарп – учитель нечестия! Он отвергает наших богов!» Поликарпа присудили к сожжению Очевидцы рассказывают, что престарелый епископ сам разделся И когда его хотели пригвоздить к столбу, стал просить «Оставьте меня так!» «Тот, кто дает мне силу терпеть огонь, даст мне силу и без гвоздей остаться на костре неподвижным» Он помолился и поблагодарил Христа за честь умереть за него Но когда зажгли костер, подул ветер, и пламя образовало нечто вроде свода Церковный историк Евсевий рассказывает «Словно парус, полный ветра, оградил кругом тело мученика И он стоял посередине не как горящий факел, а как золото или серебро, очищаемое огнем в печи Мы ощущали благоухание, как от курящегося ладана Наконец беззаконные увидели, что не могут уничтожить его тело огнем И велели палачу пронзить его мечом В одном из наиболее достоверных документов 3 века о страсти Перпитуи рассказывается Как знатная молодая Матрона Карфагена Перпитуя категорически отказалась оставить христианство и назвать себя язычницей Перпитую осудили на растерзание свирепой коровой, но она была только тяжело ранена Тогда молодому гладиатору приказали убить ее, но он по неопытности нанес ей несколько ран И тогда она, собравшись с силами, сама направила меч себе в горло Ох, как страшно! Я не могу даже представить это! Я не могу представить, как Перпитуя смогла направить меч себе в горло! Тебе и не нужно представлять себе эти ужасы Никто из нас не смог бы перенести эти страдания, если бы не помощь Господа Как хорошо, что сейчас нет таких мучений для христиан Это не так, Андрюша Сегодня на земле больше всего страданий не от террористов, а от антихристианской злости Да, я все-таки восхищаюсь мужеству Поликарпа и Перпитуи Я тоже хочу быть таким стойким христианином Ты хорошо говоришь, Андрюша Эти люди жили со Христом, и они знали, что Он не оставит их и в смерти Счастье, которое они обрели, было больше всех земных благ Они, как и апостол Павел до них, считали, что Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение Послание к филиппийцам, 1 глава, 21 стих Но чтобы так мужественно поступать, нужно иметь очень крепкую веру в Бога Только тогда ничего не будет страшно На этом наш урок истории заканчивается Ребята, доверяйте во всем Богу И тогда вам ничто не будет страшно, и Он во всем вам поможет Божьих вам благословений и до скорой встречи в эфире Ждите продолжения истории через неделю Материал по истории взят из книги Сергея Санникова История христианства для детей Мы церковь твоя, мы тело твое Присоединил нас, теперь мы одно А доброта не одолеют нас Ведь если Бог с нами, то кто против нас? Веди нас, Господь, пойдем за тобой В Иисусе мы стали одной землей И нет на земле роднее людей Чем братья и сестры в церкви моей Когда мы едины, мы сильны Тобою водимы наши пути Дай, чтоб всегда друг за друга держались Духом святым Твоим исполняли святи нас, Господь Велик наш Господь, достоин по праву Принять благодарность из наших сердец Вместе, друзья, Ему воздадим всю славу Как любит тебя наш Небесный Отец Веди нас, Господь, пойдем за тобой В Иисусе мы стали одной землей В Иисусе мы стали одной землей И нет на земле роднее людей Чем братья и сестры в церкви моей Когда мы едины, мы сильны Тобою водимы наши пути Дай, чтоб всегда друг за друга держались Духом святым Твоим исполняли святи нас, Господь Веди нас, Господь, пойдем за тобой В Иисусе мы стали одной землей И нет на земле роднее людей Чем братья и сестры в церкви моей Когда мы едины, мы сильны Тобою водимы наши пути Дай, чтоб всегда друг за друга держались Духом святым Твоим исполняли святи нас, Господь Веди, Господь Веди, Господь Веди, Господь С Тобой сильны Веди, Господь Иди, Господь, едины мы. Дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу. До новых встреч на радиоволне 107.1 FM, радио Бананова. Ждем вас у радиоприемников каждый понедельник в час дня. Звоните нам по телефону 663-178-617. Пишите на электронный адрес tmrbarcelona.hotmail.com или приходите к нам в церковь, которая находится по адресу Каррер Санте-Усеби 54, метро 3-я линия, остановка Фонтанна или 7-я линия, остановка Плаца Малина. Каждое воскресенье в 14 часов дня. Мы рады будем увидеть вас. Веры вам и добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова